Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Лисы Кайряк. Итак, для начала коротко о главных событиях нынешней среды. Хозяйственный, заботливый и добрый. О том, каким должен быть мэр столицы, горожане рассказали нашей съемочной группе. Долги наши тяжкие. 20 муниципальных предприятий Кишинео находятся на грани банкротства. Награда за победу. После успеха на международном конкурсе Трио Доредос присвоено звание заслуженных артистов Молдовы. Обо всем этом и многом другом подробнее. И начнем с новостей старичных. Долги муниципальных предприятий, отвечающих за управление жилищным фондом, превысили полмиллиарда леев. 20 из них находятся на грани банкротства. Сегодня эту информацию представил муниципальному совету глава управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя. Он заявил, что во всем виноват закон. Что ответили на это советники в репортаже Ольги Гриненко. Подготовка столицы к зимнему сезону близится к концу. Но это теоретически. В действительности тот же ремонт кровли городских многоэтажек рискуют не завершить даже к началу холодов. Об этом доложил муниципальному совету глава управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя. Проблема в финансовой несостоятельности муниципальных ЖКХ. Сегодня 20 из них почти банкроты. Предприятие термоэлектрика требует оплаты исторических долгов за горячую воду и отопление. А это 650 миллионов леев. Они нам предлагают план по реорганизации, чтобы вернуться под их контроль. Но я думаю, что они в итоге захотят, чтобы долги жильцов 220 миллионов и 430 миллионов. Разницу в объеме воды выплатил мунсовет. Но некоторые советники уверены, что все долги мэрия попытается повесить на самих потребителей. Кстати, откуда такие суммы взялись, многие из них так и не поняли. Ведь при ликвидации термоком и создании термоэлектрика все задолженности были погашены, напомнил глава фракции ПСРМ Ион Чебан. По-русски это называется умышленное вредительство. И это тянет на уголовное дело. Потому что безразличие должностную халатность можно интерпретировать как хотите. А здесь уголовное преступление. Сегодня вы приходите и говорите, что не виноваты ни вы, ни руководство мэрии и вообще неизвестно кто. Если однажды Кишинев исчезнет, тоже никто не будет виноват. Так получается. Я бы начал решение вопроса с вашей отставки и всех ответственных. И только после подумали бы, как исправить ситуацию, чтобы не вогнать жителей столицы в долги. Во всем виноват закон, не позволяющий формировать ассоциации жильцов, ответил глава управления ЖКХ. Кстати, на некоторые вопросы советников он так и не смог ответить. Но выход из ситуации предложил. Слияние 23 существующих предприятий в 10, которые не будут зависеть от термоэлектрика. По этому вопросу и по ситуации в жилищно-коммунальном секторе в целом советники еще долго спорили. В итоге социалисты предложили поднять сегодняшние вопросы на предстоящих слушаниях, где будет обсуждаться подготовка столицы к отопительному сезону. Дебаты состоятся 5 октября. Продолжим говорить о главном городе Молдовы. Каким вообще должен быть мэр города? В первую очередь, конечно, хозяйственным и думать о горожанах. Для столицы эти требования удваиваются. Жители Кишинел уверены, должность мэра не каждому под силу. А сейчас город как никогда нуждается в хорошем хозяине. Мнение у жителей Кишинел о том, какими качествами должен обладать мэр, примерно одинаковое. Городоначальник должен быть хозяином. Но помимо этого важны и другие качества, считают горожане. Как свой дом. Он любит свой дом, чтобы в нем была чистота, чтобы в нем был уют, чтобы людям всем нравилось ходить, приезжим. Чтобы не приезжие не говорили, мы не понимаем, это столица или это поселок. Это продушные и думать немножко за людей, потому что у нас всегда люди ущемленные. Нынешнее руководство мэрии, по словам жителей столицы, не соответствует этим качествам. Вы же сами видите, даже птицы исчезли. Птиц уже многих нету в городе, не то что людей. Так что очень жаль. Ну понятно и нет. Это никогда и не соответствовало, если хотите, откровенно. Кресло мэра может занять далеко не каждый. Но не обязательно, чтобы градоначальником был мужчина, говорят представители молодого поколения. Я не вижу проблемы в том, чтобы мэром была женщина. Мужчины и женщины равны в правах. Пол не имеет значения. Каждый может стать сильной личностью и изменить что-то. Отметим ранее, суд временно отстранил от должности мэра столицы Дарина Киртуаке. Городоначальник проходит по делу о платных парковках и находится под домашним арестом. Сейчас обязанности мэра Кишинео исполняет Нистер Грозаву. Новость о социальной жизни. Все больше школ и детских садов страны остаются без медперсонала. Основная причина – низкие зарплаты. В некоторых случаях медики работают сразу на несколько учебных заведений. Особо ощущается нехватка молодых специалистов. Однако только знакомящиеся с профессией врача-студента медицинского колледжа столицы уверяют, что охотнее пойдут работать в больнице или фармацевтическую область, чем школы и детские сады. Отсутствие кадров – далеко не новая проблема для государственных учреждений. Но особую нехватку ощущают детские сады. В частности, это касается медицинских сестер. По словам администрации ряда дошкольных образовательных учреждений столицы, медперсонал работает сразу на несколько детских садов. Правда, не во всех учреждениях готовы открыто говорить об этой проблеме. В других медсестры есть, правда, зарплаты у них далеко не высокие. У нас работает медсестра, она не пенсионер. Работает у нас уже 12 лет. Но отсутствие медсестер в последнее время ощутимо в дошкольных образовательных учреждениях. Не только в муниципе, но и в республике. Все потому, что зарплаты низкие и не мотивируют. Напомним, вопросы нехватки медперсонала в школах и детских садах подняли и на оперативном заседании мэрии столицы. По словам главы управления здравоохранения муниципия Михаила Молдавану, это может негативно отразиться и на здоровье детей. Некому контролировать качество пищевых продуктов и вмешаться при чрезвычайной ситуации, если кому-то нужна медицинская помощь в школах и детских садах. Некому смотреть за здоровьем детей. По данным статистики, ежегодно в Молдове медицинскую специальность выбирают тысячи молодых людей. Некоторые школьники и после девятого класса идут учиться по специальности медработника. Например, в Национальном колледже медицины и фармации имени Раисы Палака проходит обучение около двух тысяч человек. Сюда ежегодно поступают чуть более 500 выпускников гимназии. Учащиеся говорят, что их приличает больше карьера доктора, чем обычного медработника. По их словам, у докторов зарплаты повыше и перспективы другие. Можно найти работу без проблем в фармацевтической области и в качестве зубного техника. Здесь хорошие перспективы. Думаю, дальше пойти в университет. Как медработник, может, в будущем. Я буду работать в лаборатории, сейчас учусь на это. Или стану медсестрой в лаборатории диагностики. Хочу работать врачом по специальности. По данным мэрии, сейчас в детских садах столицы не хватает 37 медработников, а в школах 15. Зарплата у них составляет в среднем 1300 леев в месяц. Перейдем к новостям политики. Адриан Канду признал, что завтрашнее экстренное заседание парламента было созвано в обход регламента законодательного органа. Заявление было сделано после того, как коллеги из других фракций напомнили созывы пленарного заседания прерогатива постоянного бюро. Заявление о том, что 21 сентября парламент соберется на экстренное заседание, спикер Андриан Канду сделал еще во вторник, на брифинге после совещания ДПМ. Решение демократов вызвало недоумение у коллег из других фракций. В частности, депутат-коммунист Инна Шупак обратила внимание на то, что созвать пленарное заседание вправе только в постоянное бюро парламента. Согласно статье 13 регламента, дата созыва пленарных заседаний входит в компетенцию постоянного бюро парламента, а не председателя парламента. Я была очень удивлена, когда узнала из прессы, что вы объявили о том, что экстренное заседание состоится в четверг, без согласования с постоянным бюро. То есть мы требуем соблюдения регламента, а сами делаем, что хотим. Я предположил, что вы не будете возражать, что мы провели 21-го это заседание, но я понял ваши замечания и приму их во внимание. Признаю, что прерогатива созывать пленарные заседания принадлежит только постоянному бюро парламента, так что приношу извинения. Экстренное заседание парламента назначено на 21 сентября. На нем депутаты должны будут повторно принять пакет законов, ранее отклоненных президентом. Второй доклад агентства КРОЛ о мошенническом выводе денег из банковской системы Молдовы представят не позднее ноября этого года. Об этом спикер Адриан Канду рассказал на встрече с заместителем помощника министра финансов США по Европе и Евразии Элизабет Берри, сообщает пресс-служба парламента. Канду также рассказал Берри о том, что в Молдове создадут межведомственную платформу для мониторинга расследования банковского мошенничества. Проинформировал спикер зарубежного представителя и о принятых молдавским парламентом законах, которые приведут к укреплению полномочий Национального банка. Далее перейдем к новостям культуры. Солисты группы Доредос, Марина Джундит, Евгений Адрианов и Сергей Мыца стали заслуженными артистами Молдовы. Такую награду они получили после победы на песенном конкурсе «Новая волна-2017», завершившемся на прошлой неделе в Сочи. Звание присвоил президент страны Игорь Дадон, при поддержке которого артисты и приняли участие в конкурсе. Он поздравил солистов с успехом, которому, по словам президента, радовалась вся страна. «Своей победой вы много сделали для продвижения имиджа Молдовы», – отметил глава государства. Выступление молдавского трио было высоко оценено жюри фестиваля, а также известными музыкальными продюсерами, которые готовы предложить Доредос участие в различных международных проектах. И еще о музыке. Культурная жизнь в молдавской столице также продолжает быть насыщенной. Сегодня открылся международный музыкальный фестиваль имени Джорджия Неску, одного из выдающихся композиторов 20 века. В нашей стране он проходит впервые. Произведение Неску звучит в исполнении симфонического оркестра национальной филармонии и оркестра из Румынии «Моменс». О других новостях узнаем из нашей постоянной рубрики короткой строкой. В Молдове побывали студенты Яского университета имени Александра Ивана Куза, изучающие русский язык. Языковую практику они проходили в Педауниверситете имени Иона Крянга. Молодые люди также посетили Российский центр науки и культуры в Кишинео. Русисты из Румынии познакомились с работой центра, посетили его обширную библиотеку и получили в подарок книги, которые помогут им в изучении русского языка. Народное собрание Гагаузии выразило недопонимание в связи с тем, что зампредседатель правительства России Дмитрий Рогозин объявлен персоной Нонграта в Молдове. В принятом накануне заявлении гагаузских законодателей говорится, что данное решение не соответствует политическим и экономическим реалиям. Развязывание необоснованных дипломатических войн не в интересах Молдовы, говорится в документе. Его авторы предостерегают кабинет министров от необоснованного объявления персонами Нонграта иностранных представителей. Команда службы госохраны из Молдовы победила на чемпионате мира Bodyguard 2017, который проходил в нашей стране. Возглавляет команду подполковник Алексей Спыну. Второе место заняли сотрудники службы безопасности президента Белоруссии, третье – сотрудники спецслужбы госзащиты из Грузии. В соревнованиях участвовали 19 команд из 18 стран, всего около 100 человек. Они демонстрировали умение водить автомобили в экстремальных ситуациях, стрелять, защитить клиента и другие навыки. Лидер ЛП недоволен решением Центра избиркома утвердит референдум по отставке столичного градоначальника Дарина Киртуака. На своей странице в соцсети Мехагимпо написал, что ЦИК не является независимым органом, а подчиняется властям. Назначенный на 19 ноября плебисцит он считает неконституционным, а решение избирательной комиссии будет оспаривать в суде. В комментарии для РТР Молдова глава ЦИК Алина Руссу заявила, что Центра избиркома не вступает в политические дебаты с политическими деятелями. «Мы уважаем право на выражение мнений, но решение о референдуме было принято на открытом заседании с участием всех членов ЦИК», – пояснила она. И еще о решениях Центра избиркома. На вчерашнем заседании он вынес предупреждение партиям, которые до сих пор не сдали финансовые отчеты. Кроме того, Центр избирком обязал несколько политформирований в течение 15 дней предоставить все недостающие документы для полного финансового отчета. ЦИК также обратился в налоговую службу с просьбой проверить происхождение пожертвований, сделанных в адрес Демпартии в первой половине этого года. Причиной такого решения стало то, что сумма пожертвований ДПМ превысила установленный уровень в 75 тысяч леев, составив в первом полугодии почти 30 миллионов леев. К другим темам. Пересесть с личного автомобиля на велосипед или общественный транспорт. Совершить такую рокировку жителям Молдовы предлагают специалисты по защите окружающей среды. Акция приурочена к празднованию Европейской недели мобильности. Европейская неделя мобильности стартовала 16 сентября. Целью компании является продвижение альтернативных форм экологического транспорта, что позволит сократить загрязнение воздуха, уменьшить звуковое загрязнение, число аварий и количество людей, страдающих от лишнего веса. Мероприятия направлены на информирование граждан, которым вместо личного автомобиля предлагают выбрать автобус, троллейбус, велосипед или прогулку пешком. В муниципиях и городах страны будут организованы разные мероприятия и конкурсы для повышения осведомленности населения о негативном влиянии на окружающую среду выхлопных газов. Завершится Европейская неделя мобильности днем без автомобилей. И еще одна новость в завершении. Тем, кто рассчитывал еще насладиться теплыми сентябрьскими денечками и отдохнуть на природе, придется изменить планы. В ближайшие дни погода резко изменится. По прогнозам синоптиков, значительно похолодает, а ночью столбики термометров опустятся в северной части страны до плюс 8 градусов Цельсия. При этом придется не забыть и про зонтики. На смену летним нарядам куртки и ботинки. Уже завтра синоптики обещают дожди с грозами, правда, сильно не похолодает. Температура воздуха по-прежнему будет плюс 23, плюс 26. А вот тех, кто запланировал в этот уикенд пикник или отдых на пляже, спешим расстроить. На выходные столбики термометров опустятся днем до плюс 15 градусов, ночью до плюс 8 в северной части страны. Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Во власти осадков Молдова окажется до конца недели. С разрушительной силой природы, напомним, столкнулись с соседней Украиной Румыния. Недавно на западную часть Румынии обрушился сильнейший ураган, ветер, скорость которого достигала 100 км в час, срывал с домов крыши, переворачивал автомобили, с корнем вырывал деревья. В результате 8 человек погибли, более сотни получили ранения. В настоящее время в стране объявлен оранжевый уровень метеоопасности. Здесь опять ожидаются грозы и шквалистый ветер. Власти просят жителей не покидать свои дома после 20 часов без крайней необходимости. Такими были вести дня сегодняшнего. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Алиса Кайряк на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и смотрите РТР Молдова. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует...